Добрый вечер. Всем привет. Мы из Киевского политехнического института. Тимур и Алексей. И, собственно, позвали нас для того, чтобы рассказать, наконец-то, что это за метархия такая. Что мы делаем в КПИ, потому что ожидается вообще огромное количество вопросов, потому что всем интересно. Мне в почту пишут, спрашивают, что это за открытые лекции, что за open source пишете, что за люди там вокруг КПИ сгруппировались. Поэтому, собственно, доклад сегодня будет и такой вот о нашей организации. Мы, конечно же, туда добавим и кода, и картиночек. Там все это есть. Там даже мемы есть. Ну, свои. В общем, начнем мы с того, что такая вот организация, как метархия, она появилась совершенно спонтанно, случайно, после того, как я попал, точнее, не попал, а решил преподавать в Киевском политехническом институте около трех лет назад на такой постоянной основе. До этого я, собственно, его и закончил, и периодически читал там лекции, когда просили. Но я понял, что весь этот open source, который я хочу написать, я сам не напишу, и в результате я решил сначала обучить себе помощников и думал, что это можно будет сделать из студентов старших курсов. И постепенно я брал с каждым годом все на курс меньше, ну, в смысле, на курс более ранний студентов. И, собственно, сформировалась из этого такая вот лаборатория. Мы оккупировали практически первый этаж 18-го корпуса КПИ, то есть ФИФТа. И, в общем, под этим названием сплотилось огромное количество инженеров и преподавателей, и студентов. Значит, чем мы занимаемся? Значит, кроме того, что, да, это, собственно, мы двое, это наши аккаунты в GitHub, а тут еще несколько физиономий, которые в GitHub можете в нашей организации увидеть. Тут, кстати, старые аватарки, но я думаю, сейчас там больше людей точно. Ну да, то есть это, как бы, вы сможете увидеть в GitHub нашу команду и контрибьюторов всех. Значит, тут несколько цифр, поэтому я подойду к экрану, чтобы видеть их. Значит, открытые лекции, начиная с этого года, точнее, с 1 сентября, с учебного года, в них будет каждый год участвовать, ну, точнее, слушать эти лекции на постоянной основе, как основные предметы в КПИ, более тысячи человек. 500 до Нового года, 500 после Нового года, то есть по 500 человек в семестр. Значит, в первом семестре не все лекции были открыты, а во втором семестре мы решили все 75 лекций каждый день, каждый день лекций, чтобы они все были открытыми лекциями. Значит, кроме этого, мы делаем... Там еще летнюю школу, вспомню, которая была... Что-что? Летняя школа. Да, мы регулярно проводим еще летние школы, но это интенсивное такое обучение, но все это абсолютно в открытом виде, можно приходить всем желающим, там, как бы, мест в КПИ огромное количество, там есть аудитории на 500, на 600 человек, и мы даже один раз проводили трансляцию из одной аудитории в другую, потому что мы не поместились в 600 человек в аудиторию. Значит, сейчас уже сформирована программа из 75 лекций, но кроме этого, у нас есть еще группы, самая старая из них, Киевноут Джейс, существует с 2014 года, 19 метапов провели, там 1349 человек. Но мы в ней уже метапы не проводим, сейчас последние 13 метапов по ноде проводились в группе Node.ua, в которой 1600 человек, и все вот эти открытые лекции, мы для нее сделали специальную группу, потому что там не только нода. Леша и Коля, и Дима, и Влад проводят у нас еще метапы по расту и гоу, которые... Вот, да, ссоришься перебил, вот у нас сидит Коля, к сожалению, нету Влада, которые проводили... Почему мне такой ужасный голос? Ладно. Которые проводили метапу... Можно как-то или выключить микрофон, или, я не знаю, задержка, что меньше... Сейчас, я сделаю. Ты нормальная, ты этот... Понимаете? Вот так. Да. О, отлично. Спасибо большое. Вот. Коля с Владом, которого сегодня в этом зале сегодня нету, проводили метап по голу, и там было очень много людей, и они собираются проводить вторую часть. А вот Дима сидит, с ним мы провели один метап по расту, потом так получилось, что времени на подготовку второго до сих пор не было, но это все еще будет продолжаться. То есть мы не забили, у нас просто не было возможности продолжить серию этих метапов. Но, не знаю, мне даже в личку уже некоторые не писали, поэтому точно будет что-то по расслонгу тоже продолжаться. Так что у нас не только JavaScript? Ну да. Так, значит, кроме этого, у нас есть вот канальчики в Телеграме и группы в Телеграме, в которых, собственно, все анонсы эти можно и получать. Идем дальше. Ну, тут покажу немножечко фоточек. Это наш корпус, и, собственно, наша преступная группировка сидит. Вот, пожалуйста. Дальше. Чем мы еще занимаемся? Мы пишем фрагменты концептуального кода. Я их покажу чуть позже, в следующих слайдах. Мы делаем примеры кода, потому что, к сожалению, вот в JavaScript и в Node очень мало хороших примеров можно найти в интернете, по которым можно чему-то научиться. То есть не только лекции, мы весь этот код, естественно, публикуем. И публикуем, сначала делаем маленький пример концептуального кода, по которому можно понять какую-то идею. А потом из него делаем два варианта. Один для студентов, на котором можно обучиться и понять, как это работает, пошагово, как до этой идеи дойти. И второй вариант — это реализация этой идеи для практического использования в проектах. То есть из концептуального кода мы порождаем вот таких два направления. И одно из них оформилось в целую организацию на GitHub метархи, в которой есть много репозиториев, я о них расскажу. Значит, примеров у нас уже накопилось более 500 примеров, 87 репозиториев с ними. То есть там есть специально индекс всех этих репозиторий. Можно его найти на howprogrammingworks.dictionary. Вот там вот индекс всего нашего курса образования и кратко, собственно, примеры кода и ссылка на репозиторий, там, где куча примеров. Можно дополню? Да. Кстати, вот обратите внимание, что курс образования, который мы сейчас внедряем, студенты ВКП, которые уже не только первому курсу, но те, которые поступали сейчас, которые поступали на первое, сейчас на третьем, по сути. И поскольку теперь все, что мы внедряем, находится на GitHub и подчиняется всем тем правилам, которые подчиняются и любой другой open source, то, соответственно, вы тоже можете приобщиться к этому делу, если вам это интересно и вы горите желанием что-то улучшить в этом мире. Поэтому, если что, you are welcome. Всегда... В примеры курса можно тоже контрибьютировать. Да, то есть, что угодно, что у вас там может вызвать какой-то интерес, смущение, желание исправить, желание доказать, что мы абсолютно неправы. Ну, любые контрибьюшены... Давайте лучше это оставлю здесь. Вот. Любые контрибьюшены всегда очень ценятся, поэтому... Идем дальше. Еще мы занимаемся исправлением некоторых ошибок, которые мы находим, пока пишем свой open source, находим в ноде. Ошибок... Ну, не ошибок, скажем так, а мы дорабатываем и исправляем какие-то проблемы, о чем будут отдельные слайды. Тут видно сверху две фотографии, это как сейчас выглядят наши лекции открытые. А вот это с чего начиналось? Это, наверное, три или четыре года назад зимой. Это вот практически тут стоят все ключевые люди наши. Ну, почти. Три года фотографии, на самом деле, уже. А, два. Два года назад, наверное. Да, точно. Так. Тут есть слайд, где, собственно, наш программный продукт. Мы получили за него золотую панду на международном конкурсе. Он телевизионный конкурс, но номинация лучший программный продукт для телевидения. Дальше. Собственно, я периодически езжу в Китай и еще там читаю лекции. Это Уханьский университет и его, собственно, факультет программных систем. Итак, из чего состоит наш технологический стэк, который тоже вокруг комьюнити зародился. Начиналось все с сервера приложений, это Impress Application Server, для того, чтобы писать высоконагруженные, интерактивные, распределенные кластера на Node.js. То есть, можно писать на Node.js и этот код деплоить в Impress Application Server, он будет его размазывать на огромное количество ядер, серверов и с географическим даже распределением можно. После того, как мы довели его до такого состояния, что им можно пользоваться, мы поняли, что нужно для наших задач еще сделать специализированный протокол обмена данными, чтобы не использовать HTTP. Поэтому родилась идея протокола GSTP, который тоже был сначала зародился в виде концептуального кода, потом развился и был переписан на C++ и есть реализации на многих других языках. И вот Леша руководил как раз разработкой этого протокола, он скажет подробнее. GSTP, там, то, что Никитин сказал, что он зародился из концептуального кода, это на самом деле то, что отчасти мне в этом протоколе не нравится и именно поэтому мы с ребятами уже обсудили, там, опять же, Коля и Дима, вот, наша команда, можете, кстати, показать себя тоже, потому что чего я один буду здесь стоять, вот, проблема в том, что некоторые вещи, рождаясь просто из каких-то умозрительных абстракций, потом плохо ложатся на неправильно построенный реальный мир, поэтому приходится потом подстраиваться и что-то делать с нуля, делая выводы на своих ошибках. Поэтому по поводу протокола у нас есть еще другие более странные, более новые идеи, которые позволяют добиться еще больше производительности, чем мы добивались в предыдущем, но тем не менее даже GSTP, который, кстати, недавно релизовался в стабильную версию 1.0, будучи в состоянии 0.xx в течение более чем года, все-таки дошел до состояния, когда даже сторонний человек сможет его использовать. Хотя нет, не совсем, потому что там еще нет нормальной документации. Но тем не менее, что он позволяет делать? Он позволяет установить между двумя узлами, будь это два сервера, допустим, у вас микросервисы какие-то, или же веб-браузер и ваш сервер, или же мобильное приложение и ваш сервер, двунаправленное полнодуплексное соединение, по которому можно передавать или какие-то события, или же вызывать удаленные методы в обе стороны, как с клиент на сервер, так и с сервер на клиент. По поводу клиентских SDK, то, что здесь написано, JavaScript, это основная реализация, которая лежит в репозитории MetaFix.gstp. Она работает там, как серверная реализация для Node.js, так и клиентская для Node.js и веб-браузеров. Java работает как на Java SE, так и на Android. Swift работает вот, кстати, Swift сейчас использует устаревшиеся протоколы и не сможет восстанавливаться уже. Уже исправили, да. Да, я, вот, ну, вот эти, ладно, рабочие моменты будем сажать потом. Вот, а вот по поводу Haskell, Python, JQC, PHP и C Sharp, это написанные библиотеки были не нами лично, а просто какие-то другие ребята, которые интересовались, ну, тоже в основном и студенту, который там или Тимур пригонял и говорил, что нужно чему-то научить или другим образом находились, поэтому людям было интересно, и они продолжали нашу работу и портировали код на разные языки. Если честно, я бы даже не включал эти языки в данный список, потому что они не являются официально поддерживаемыми, но JavaScript, Java и Swift это то, что работает, то, что при помощи чего действительно можно И в дальнейшем мы все это собираемся еще переписать на Rust. Да, вот то, что я говорил по поводу того, что собираемся делать новый протокол, который будет гораздо более быстрым, проблема JCP в том, что он является текстовым протоколом, использует JSON либо JSON 5 для сериализации и десериализации данных, в то время как гораздо эффективнее было бы все-таки использовать бинарное кодирование данных, поскольку это также позволит сделать мультиплексирование нескольких параллельных каналов передачи данных по одному соединению. Ну, как в HTTP 2, например, только с разницей в том, что если в HTTP 2 у вас всегда запрос инициируется клиентом, то тут будет в обе стороны абсолютно all like. То есть наша задача сделать, чтобы благодаря вот этому протоколу JCP или дальше он будет переименован, наверное, в Metarhia Protocol, грань между клиентом и сервером настолько стерлась, чтобы программы думали, что они вообще в одном адресном пространстве, чтобы они не понимали, что... Игея вот то, как должно выглядеть это для прикладного разработчика стоит в том, чтобы вы даже не задумывались о том, где лежит какая-то процедура вот на данной машине или на удаленной. Код не должен знать какие-то там урлы, форматы сериализации не должен знать. Любые ошибки сети, любые попытки пересоединиться, которые происходят в фоне автоматически и не должны показываться по кодному коду вообще и так далее, и так далее, и так далее. Все происходит, все должно быть австрагерно. Нам надо дальше идти. Там сейчас будет куча кода, но я вас очень попрошу вот этот код сейчас не читать и не пытаться в него вдуматься и понять, как он работает. Это просто декорация вот как ковер, чтобы настроиться. Потому что код там сложный, вы в него сразу завтыкаете и потом, короче, мне придется очень сильно много объяснять, вместо того, мы не успеем весь материал. Тут у нас еще есть основные компоненты технологического стека, это Global Storage, мы пишем с УБД. Эта работа только началась, мы ее только начали проектировать. Потом библиотека Metasync, которая содержит абстракции для асинхронного программирования и тестовый фреймворк Мао-Джан, он тоже только начал создаваться, а Metasync уже в таком состоянии, что его можно вполне пользоваться на реальных проектах. Тут вот URL, ссылки на все это дело, все эти слайды потом будут доступны. А теперь, что касается концептуального кода. Вот примерно СУБД начинался вот с такого концептуального кода, где описано, как будут выглядеть реактивные курсоры с различной выборкой, фильтром данным, причем тут есть как активные фильтры, так и декларативные фильтры. Вот фильтр и select это в принципе похожие вещи, то есть где-то через лямбды, а где-то через какие-то описания структур, через декларативные конструкции. Тут можно подписываться на события, клонировать эти курсоры, отображать их различным способом. Ну, то есть вот, конечно же, результат, ну, то есть то, каким будет API этой СУБД, не обязательно таким, но это основные идеи, мы попытались на один слайд запихнуть, как будут выглядеть запросы, курсоры, ну, тут хотя бы какая-то часть функциональности и как это будет выглядеть для пользователя показана. Так, теперь, значит, тут вот был кусочек projection, да, он развернулся в такой вот пример тоже концептуального кода, видите, сверху, слева одна функция есть, projection, это, собственно, она реализует отображение наборов данных, из одного набора данных в другой набор данных, пропуская каждое поле через цепочку скомпозированных функций. Вот, чуть ниже блок, тут набор данных, еще ниже язык запросов, который можно подавать в эту функцию projection, а еще ниже пример того, как ее можно использовать, то есть практически весь код для того, чтобы проецировать наборы данных есть вот там вот сверху, только он не читаем, единственное. Подожди, тут карри. Что? Тут карри, да? Ну да, ну то есть карри тут не реализован, это считайте из нашей библиотеки тоже берется. Я просто вспомнил последний слайд, последний слайд, на котором вот как раз А, да, там будет карирование, конечно. Значит, функция projection карируется, потом туда передается метаданные, и дальше можно через эту функцию пропускать обычный массив, есть persons.mapp1, и все. И мы набор данных таким образом проецируем через этот специализированный язык. Дальше, вот, конечно же, сюда в этот код вообще не погружайтесь, вы потом посмотрите все это дело. Мы пытаемся сравнить разные подходы к написанию кода, то есть функциональный код можно писать вот в таком стиле чейнинга, в таком стиле, что у нас есть только константы и только обязательно функционального типа, можно писать вот в таком стиле, когда у нас есть достаточно крупные функции, но тут на самом деле тоже все достаточно так вот юристически функционально. Теперь, ну это тоже примеры концептуального кода. Чтобы понимали, насколько Тимур сейчас серьезно говорит о сравнении подобных вещей, вот эти вот эти картинки из инстаграма Тимура. Да, да, да. Ну, нет, там у меня всякие фотографии тоже есть, но там без подписи вот таких в синих. Да, периодически там идет код. Ну и в Фейсбуке я тоже код постаю. Что поделаешь? Так, значит, ну да, да. Вот тут тоже так примеры концептуального кода. Вот это сверху реализация в четыре строчки самого простого ивентимитера. Вот это все, весь ивентимитер. А вот расширенный ивентимитер, он реализует почти что все, что умеет стандартный ивентимитер из ноды. Вот, ну конечно, тут его прочитать сложно, потому что все идентификаторы сведены к одной букве, но выглядит зато это очень эффектно. Это концептуальный код, естественно, в реальных проектах не он должен использоваться. Так, тут тоже примеры концептуального кода пулификации factory, ну то есть мы берем фабрику, передаем функцию и получаем объектный пул. Потом справа пример кода, каким образом можно ускорить работу функторов, потому что в V8 последнее время замыкания наоборот начинают медленнее работать, а при помощи вот этого паттерна можно существенно их ускорить. Так, теперь почему мы всем этим начали заниматься и что мы хотим добиться собственно лекциями, написанием концептуального кода, написанием open source. дело в том, что мне перестало нравиться, как у нас в джаваскрипте обстоят дела, потому что у нас принятие решений перестало базироваться на каком-то научном методе. Зачастую все принятия решений это просто волонтаризм. Нет ответов почему так, а не иначе. Мы просто берем какие-то названия библиотек, берем какие-то названия концепции, но при этом мы не понимаем, что под этим делом скрывается внутри. То есть если вас спросят, что лучше, я не буду называть какие-то, такой подход или такая-то библиотека или такая-то, никто не сможет ответить почему. Конечно, ответов будет очень много, но все эти ответы, они не будут основаны на какой-то существенной теории и они не будут основаны на научном знании. Это просто будут маркетинговые слова. На самом деле и евангелизм. Если уже говорить об этом, то помимо философии, помимо научного метода, помимо того, что можно говорить о том, что компьютер-сайенс и стил-сайенс и нужно полагаться на то, что в принципе используется на науке, потом спорить насчет того, правы ли неопозитивисты и стоит полагаться исключительно на эмпетический опыт или же все-таки мы можем полагаться на какие-то чисто мызрительные заключения тоже. Даже если абстрагироваться всего этого, на самом деле проблема того, что люди выбирают какие-то библиотеки и прочее просто по красивым названиям или потому что это первое, что попалось в поиске в НПМ и тому подобное, это очень большая проблема с точки зрения безопасности на самом деле. И на самом деле если посмотреть реальных случаев взломов других модулей и других приложений через публикацию вредностного кода в НПМ за счет либо взлома аккаунта других пользователей либо либо же реально вот изначальные публикации модуля вредоносным. Не так уже много, но буквально недавно был случай, когда в одном из очень популярных НПМ-пакетов был вместе с ним опубликован майнер Манера. Ну да, потом такая вещь, что задачи бизнеса зачастую в тех компаниях, которые занимаются аутсорсингом и аутстаффингом, они абсолютно противоположны в тенденции написания хорошего кода. То есть, конечно, качество это невыгодно, потому что если вы напишите такой код, только вы его понимаете и никто не понимает, как это вообще работает, и вы назвали все непонятными словами. Ну да, естественно, можно будет потом зарабатывать на поддержке, поэтому как раз нам приятно находиться сегодня не в офисе Галеры, а в офисе компании, которая занимается продуктом и очень много внимания уделяет качеству кода. Значит, ну, так, тут еще примеры концептуального кода, это вот кто знает про асинхронность в джаваскрипте, это другой способ написания асинхронности, который основывается на том, что мы делаем вот функтор чейн и через чейнинг вот этих вот do вызовов мы связываем вызовы в двухсвязный список, а потом проходимся по нему в одну сторону, а потом в другую сторону. Вот это, кстати, пример того, потому что студенты и вообще программисты очень часто спрашивают, зачем нам нужно знать, когда мы на джаваскрипте пишем вот эти двухсвязные списки, какие-то очереди, какие-то деки, какие-то там, я не знаю, там, карирование какое-то или замыкание, все это можно опустить, но на самом деле вы видите, какой краткий синтаксис можно написать вместо промисов, вот это на самом деле заменяет же, и вот справа это вся реализация, какая реализация промисов, а вот смотрите, справа это вся реализация вот этого chain do. Теперь еще много разных вещей, так как промисов. Ну, конечно, промис сложнее гораздо, но задачу then-then-then сделать по цепочке, чтобы это выглядело как последовательный код, мы вот решили, и она очень краткая. Теперь задача более сложная, когда нам нужно множество функций скомпозировать параллельно и последовательно, но это только синтаксис, как это пользоваться, а на самом деле там под капотом будет реализация, ее можно посмотреть в библиотеке Metasync. Это еще несколько кусочков концептуального кода с очередями многопоточными, это тоже для синхронного кода с коллекторами, сборщиками данных. так, тут вот будут ссылочки на примерно такие, да, это ссылочки на лабораторки, которые у нас есть. Это вот такое делают студенты. Тут можно, ну вот я одну только расскажу буквально в двух словах. Live Table, это как за одну пару написать многопользовательские электронные таблицы на веб-сокетах и 50 строчек сервер, 50 строчек клиент, это уже будет работать и синхронизироваться. Ну, вы посмотрите все эти куски кода. Значит, основные идеи нашего технологического эстека это унификация, унификация подходов, это построение одной архитектуры, то есть разработка системы сверху вниз. То есть мы все спланировали, все компоненты, которые нам будут нужны, и они сразу будут сделаны так, чтобы потом не нужно было их интегрировать, потому что на интеграцию вот этих маленьких фрагментов уходит реально же в 10 раз больше времени, чем на написание кода, правильно? В основном интеграция занимает время. Значит, мы отказываемся от любой обратной совместимости, мы все это пишем в open source, нету никакого проприетарного вендора, ну и мы подготавливаем кадры, которые весь этот код будут дальше писать и саппортить. То есть мы как раз и кадрами занимаемся по большей части. Тут про наш contribution в Node.js значит у нас есть, Леша скажет наверное лучше. Скорее отсюда до конца презентации скорее секция подразумевала в принципе вот вкладываю open source проекты и сообщество в целом. То есть у нас есть три Node.js консистера, то есть это Тима, я и Коля. Можешь показать себя тоже людям, чтобы все видели, что ты тоже герой. я являюсь Node.js collaborator, поэтому у этого человека есть право на пуш в ветку мастера или заправить ваш pull request или наоборот ну из того, что мы делали, из того, что сделано было мной или Тимуром или еще кем-то из наших людей, что можно было отметить, это Тимур сделал keep a live timeout для HTTP, потому что браузеры почему-то не закрывают, ну не почему-то, потому что by design так работает как бы пул соединений из браузера, что они не закрывают сокеты, что логично, но при этом для сервера, на который там какой-то клиент из обычного веб-браузера зашел только один раз, закрыл вкладочку, и дальше соединение осталось висеть, реально здесь присоединение, пока оно не отвалится просто по тайм-ауту обычному сокету, ну один клиент нормально, два тоже нормально. Тут видно утечки. А если их становится очень много, то стоимость поддержания открытыми слишком большого количества сокетов становится слишком большой. Дальше можно вернуть пожалуйста обратно в предыдущий слайд? Да, вот тот слайд с бухаришком был, это когда мы наконец-то замерзли, потому что Тимур открыл такой по-реквест очень давно, потом как-то там все в 14-м в 14-м наверное. Да, в 14-м а потом когда получил уже хоть какие-то права в проекте и возможности, смотрю, ну нужно вытаскивать по-реквесту, нужно что-то делать, нужно продолжать. Ну в итоге пришлось саму его дописать, ну такое. но в итоге доделали до конца и куча людей там ставили лайки сердечки в гитхабе. Это самый комментируемый тред, обсуждение. Не самый, один из. Ну да, наверное, второй или третий. По модулям были более комментируемые. Но самый длинный наверное. Тоже не самый. Там есть строчи по модулям, которые именно ESM и еще какую-то такую тоже очень политическую тему, там было больше. Но это такое. Потом тоже из интересного это вот как раз мой был первый плэриквест в ноду. В некоторых ситуациях значительно быстрее работают Unix domain сокеты. Вот вы теперь можешь пожалуйста перебирать. Следующий? Да, В некоторых это очень старый сканшот, поэтому и тут какие-то проблемы были с световой схемой. Вот должен был быть самый зеленый цвет, поэтому тут не видно, что плюс 900 1% и тут плюс 709%. В любом случае это будет видно на презентации с киев с 2017 года. Что вообще на этом скрине происходит, который справа, это бенчмарк node редис, который использует Unix domain сокеты для общения приложения node.js и инстанса редиса. Подфикшен было абсолютно случайно, я вообще нашел идею запустить этот бенчмарк именно node.js совсем другом ищу, который оказался связанным, а правильный просто баг, который нашли, пока разобатывали JSTP. Нам нужно было, чтобы нормально работал IPC и библиотека кластер. И, собственно, Леша этого и добился. Но побочным эффектом этого стало, что в NPM 30% библиотек очень сильно разогнались. По IPC node редис разогнался. Все, кто использует межпроцессовое взаимодействие. Во-первых, это очень примитивный фикс ровно в три строчки кода, из которых две это директивы при процессе России. Поэтому на самом деле ничего особенного. Просто там забыли включить одну вещь, грубо говоря. Люди, которые писали тот код перед нами. Дело в том, что на самом деле большинство людей, если не приложат к этому усилий, то они почувствовали бы каких-то начутимых изменений, поскольку в Node.js сообществе в принципе не особо люди используют возможности Unix операционных систем и в частности IPC сокеты. Большинство людей даже в рамках одной машины открывают TCP сокеты, по ним гоняют данные и в принципе это устраивает. В частности, потому что это позволяет им не задумываться насчет того, где этот сервис находится, на этой машине или вообще на другой физической машине. Это в принципе правильно. это мы закрыли полреквест. Вот это вот из недавнего я посмотрел на Enapi. Кто вообще слышал про Enapi в Node.js? Хорошо, кто вообще в Node.js сталкивался с нативными модулями? На C++ допустим. Хорошо, кто когда-либо использовал любой модуль в npm, который использован нативный модуль, например, SAS? В чем проблема с нативными модулями в Node.js на данный момент? С теми, которые используют напрямую API V8 виртуальной машины и Node.js каунтайма? Проблем несколько. Во-первых, API совместимость при изменении, при обновлении версии Node.js вам зачастую приходится делать, писать в консоль команду Node.rebuild или npm.install делать заново. То есть npm.rebuild или npm.install заново делать, потому что вы видите в консоли сообщение, что этот модуль был собран для Node.js Node.js в 57, например, у вас 59. То есть необходимость перекомпилировать нативные модули, если изменяются EBI ноды или V8. Вторая проблема это невозможность писать на чем угодно, кроме C++, если только не делать свои собственные костыльные обертки вокруг C++ на C, а потом уже к C делать привязки и чего угодно, потому что в FFI с C-шным кодом может ибо язык. И третья проблема, которая не была проблемой ни для кого, кроме ребят из Microsoft, которые сделали Node.jakra.core. То, что все это прибит только сзямик V8. Поэтому как раз ребята из Microsoft придумали решение всех этих проблем сразу. Им интересно было именно третье, всем остальным было интересно первые два, поэтому все это радостно приняли в Upstream и все счастливы. Вот этим решением является NAPI. Это новый слой, новый EBI стабильный API для Node.jazz, для нативных модулей, которые вы можете использовать из-под своего JavaScript кода исполняемого Node.js. Это мемасы и все такое. А, по поводу предыдущих слайдов, я же не договорил, Тим. Что вообще на слайде на предыдущем? Мемов еще не пришло. Ну и поскольку там API состоится ссишный, то вот я сделал, начал делать, по крайней мере, там оно все очень сильно в альфе байдинг для Rust. Вот тут люди очень счастливы, 230 лайков, 67 ретвитов. Дальше, потом я понял, что проще делать мемы, видимо. Да, ну, это было к следующему И вот начали делать мемы. Да, поэтому тут 37 ретвитов уже. Это как из JavaScript сделать лист быстренько. Да, это мы с кем-то спорили по поводу частичного применения функций. Да. Да, 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 да. Потом я довел до абсурда, а потом я решил это затвитить, при этом добавив странную подпись, которая является пародией на другой твит, который в свою очередь являлся шуткой про мемы про Xanax и Tide Pods. Ну вот так смеялись, смеялись, а потом смотрим, этот самый автор JavaScript лайкнул. Ну, типа да. Нормально. Вот. У вас еще много, ребят? Мы уже все. Вот. Вот наши контакты, и тут, наверное, будут вопросы. Ну, у меня на самом деле, ну, то есть у нас не очень много времени, к сожалению. Я знаю, что вы хотите переписать Node.js вестишный код на раз. Ну, не то чтобы весь, но многие вещи хотелось бы. Очень хотелось бы. Ну да. И вообще, я слышал, что вы Node.js хотите много переписать всего. Да. Вот. Но JavaScript часть Node.js. Ну, конечно. то есть, чтобы у нас было вообще круто. Да. У нас, правда, очень мало времени. Да, по вопросу, sorry, если очень суббурно, потому что... Ничего, у нас будет время это все обсудить. Вот я вижу трех человек. У вас короткие вопросы или длинные вопросы? Короткие вопросы... Ну, три минуты, ребята, три минуты на все. Очень короткий вопрос. Что решаете вы, что не решает, например, Meteor? Потому что, как я понимаю, Meteor тоже был создан для того, чтобы делать... Кто еще раз не решает? Meteor. Meteor? Это не про Meteor. А что это? Meteor? Это библиотечка, которая... Я не знаю, что такое Meteor. Говорят, что он не умер. Говорят, что он не умер. Знаешь, как Ленин там или... на самом деле... мобильное приложение к меню. Я понимаю, что... У меня такой простой вопрос. Если вы решились написать на NGS, почему вам не придумать свое название и под это название крутить свое? Зачем же? Там очень много хорошего кода, на самом деле. Там не все страшно. Подожди. А это было серьезно с поводу переписать на NGS? Ну, там очень много всего надо исправить. Слушай, пока мы... Пока мы правили HTTP, ну, мы просмотрели чуть ли не все исходники. Во всяком случае, там... Мне многое не нравится. там много странных вещей. Ну, сейчас... Там хороший C++ код, но там сопли джаваскриптовые страшные, которые нужно бы... Да, неважно. Да. Да. Ребят, просто у меня к вам совет. Задумайтесь, чтобы сделать свое новое название и вы будете по своей линии ну, то, что вы хотите... Так нет, ну, это не надо. Последнее, последнее... Мы будем контрибьютировать. У вас будут где-то выложенные занятия, которые на YouTube, чтобы можно было... Мы частично этим занимаем... Частично будут выложены, вот сейчас 10 занятий записаны, будут в YouTube, через наши каналы будут ссылки. Но со временем мы будем делать это чаще, больше. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вот вы говорили про майнеры внутри NPM-модулей. Пробовали ли использовать Snook для отлова? Да. Мы используем не на прямую Snook, мы используем BitHound, который... У него тоже самое база данных, что у Snook, по идее, если они не врут, при этом они бесплатные. Но это был просто как один из примеров, причем, возможно, неудачный, поскольку изначальная мысль была в том, что нужно смотреть, что каждый должен понимать, что устанавливают и что тащат в проект. Что не стоит бездуманно тащить какие-то зависимости сомнительного качества. но даже если... Ну, просто проблема в том, что все равно приходится доверять тому, что другие разработчики модулей тоже будут делать так же. Иначе все равно что угодно, ну, даже то же самое майнер Монеро потом в итоге может оказаться установленным через вот там какой-то там пятый уровень вложенности модуля. И типа... Так. Да, ну... У нас... Еще? Нет. Мы не будем больше еще, потому что остальное... Вас найдут и прямо спросят. Я думаю... Да мы уже поняли. Нас уже пытаются найти. Нормально, да-да-да. У нас все супер связано. Да, спасибо. У меня есть для вас футболки и есть еще для одного человека. Вот. Я не помню, у вас был... С и... У меня это. И М. У меня М. Вы любите мемы, да? М твоя. Ну, типа, они вот говорят, они любят мемы. Мы тоже любим мемы. Вот можно посмотреть. Это наш мем. То есть... И у нас есть футболочка. Ну... Ну... Это любимый мой. Я знал, что его выберут. Нормально. Да-да. Это же... Это же мем с... А ДСЖС? Да, это мем с прошлогодней ДСЖС. Кто не помнит. Мы присутствовали при рождении этого мемы. Многие присутствовали. Я не мог... Я видел лайв этого выступления. Это было отлично. Вообще, это бомба. У нас есть еще одна такая футболочка. Она Элька. И, в принципе, ну, вы... Я бы Метеору дал вообще. Вот за Метеора бы я дал футболочку. Просто. Реально. Да, вот. Я возьму на себя эту роль. Да, конечно. Вот. Вот. Это тебе. Ну, типа, Нода, Метеор. Тоже все рядом. Спасибо еще раз ребятам. Пришли, рассказали, как у них там все устроено. Но вы их... Я просто, может, знаю немножко больше. Там планы очень большие у них. И это классно, что у нас кто-то это делает. Вообще прям респект. Что как бы рядом. И мало кто... Ну, не мало кто. Много кто об этом знает. Но мало есть деталей об этом. У нас метапы каждый день. Да. На пятой паре. В 16-10. В 18-м корпусе КПИ. Так что, если вы придете, мы ответим на все ваши вопросы там. Да и здесь тоже сейчас вот смотрите. Спасибо.